Благодарим Тебя сегодня, Отец. Аминь. И это спикер Мюррей Херберт. Я хочу говорить с вами вот о чем. Шесть лет назад Господь перевел нас в Колорадо Спринс на некоторое время, и мы работали в миссионерской организации, и мы любили жизнь в этих горах, и мы любили там работу и быть пионерами, и работали с молодыми музыкантами, поклонниками, молитвенниками. Мы смотрели в Евангелие, и мы думали о том, что Иисус думает, и что Он делает, и как это относится к нашим жизням. И в этом контексте мы начали небольшую школу, интерншип, и там были музыканты, ходатай, поклонники учителя, и в контексте Дома молитвы мы учили их. Мы говорили о том, что такое Бог, что Он думает о них, какой Он, чтобы они поняли, что они цари, священники перед Богом, и чтобы потом высвободить их в нации, этих людей, чтобы эти нации радовались в Иисусе Христе. Это было наше ведение, и мы иногда наших учеников возили за море в другую часть мира, и мы приехали в Китай, и мне нужно было туда ехать и найти места, где мы можем петь, найти то место, где мы можем разместиться, расположиться, где мы можем служить, где мы можем вместе быть ободрены. И я был пару раз до этого в Китае, никогда не был в городах, в этом городе, я пришел с другом туда, приехал, и мой друг помогал мне. Мы встретили человека, которого мы никогда раньше не были, и там был город 22 миллиона человек. И я думаю, боже, как мы можем найти этого человека в городе в 22 миллиона. И когда мы приехали и поднялись с метро, и мы встретили этого человека, который друг друга, друга друга, и он сказал, ну, я не могу с вами встретиться, но мой друг с вами встретится. То есть друг друга, друга друга, друга. Почему я им это рассказываю? Потому что он не знал, почему мы приходим в этот город, приехали в этот город, и почему мы хотим 12 этих молодых людей привезти в Китай, из Америки, чтобы молиться вместе и петь. Он не знал, но нашел, мы нашли этого человека на шестом этаже, в этом здании, в этом громадном городе. И мы говорили вместе с ней, мы рассказали с ним, мы рассказали о теле Христа, он рассказал нам о своей семье, и то, что Бог делает в церкви в Китае. И мы говорили о Колорадо, о нашем молитвенном доме, и мы хотели, чтобы наши глаза встретились, и люди прикоснулись к их нации. Он посмотрел на меня таким взглядом, и в глазах было, говорим ли мы на одном языке. И мы пошли в другое помещение, в его офис, и когда я вошел в это помещение, в этот офис, я увидел, что это комната, и там была платформа в углу этой комнаты, и там была гитара, и были клавиши, и усилители, и был небольшой ковер на полу, и там было написано, и Левит 6.13, что огонь на жертвенника никогда не погаснет. И в этот момент, когда я в этом городе, где я никогда не был, говорю с человеком, который я никогда в жизни не знал, я понял, что я просто пришел в молитвенную комнату. 22 миллиона людей в этом незнакомом городе, и Дух Святой проговорил мое сердце, Он говорил этот момент, который изменяет всю мою жизнь, и Он проговорил громко, как громо в мое сердце, если я могу это сделать здесь, я могу это сделать везде. И это меня направило на курс моей жизни, и с тех пор я езжу от города в город, с нации в нацию, и я вижу, что Дух Святой возбуждает этих молитвенников, их музыкантов, как никогда ранее. И я должен спросить, почему? Почему петь? Почему молиться? Почему Дух Святой возбуждает тело Христа и поднимает таким образом? В 92-м году мы примерно думали, что есть 25 мест на земле, которые называют себя дом молитвы, на всем земном шаре. Это было 30 лет назад. 20 лет назад. 30 лет назад. Ну, 30 лет назад. Мне не очень хорошо с математикой. 30 лет назад было 25 домов молитвы на земле. Сегодня мы приблизительно думаем, что есть 10 тысяч домов молитвы, молитвных комнат по всему миру и в нациях. Это те, о которых мы знаем, но я уверен, что это число значительно больше, которых мы не знаем. Есть локальные церкви, есть дома люди, которые молятся по всему миру. Дух Святой поднимает свою церковь, молиться и петь, как никогда раньше. И мы смотрим на весь земной шар, и в это время, которое является болезненное, и время, оно также разочаровывает, когда мы видим состояние церкви, но мы должны быть в партнерстве с ним. И я ободрен сегодня. Спроси себя, или мы спросили себя, а когда мы вернулись в дом молитвы, то 24-7, мы спрашиваем себя, почему поем? Мы люди, странные люди. Нет, нет никого на земле, который собирается вместе и поклоняется так, как мы это делаем. Годами, годами, часами, каждый день мы поклоняемся и взираем на него, в поклонение ему. Мы очень такие странные люди. Почему петь? Почему петь? Почему? Мы должны понимать в это время, что всегда было. это в сердце Бога, чтобы было на земле так, как и на небе. Это план Божий. Я хочу, чтобы было на земле так, как и на небе. И так было всегда в его сердце. Что будет песни, которые никогда не будут прекращаться. Мы хотим знать, как выглядят небеса. В Библии мы это видим, что там происходит непрерывное, никогда не останавливаемое поклонение, непрекращающееся поклонение. Иисус сидит по правую руку от Отца, и Он ходатайствует за нас. Мы знаем, что когда Иисус учит нас молиться, учил, Он говорил, «Отец, я хочу, чтобы было так на земле, как и на небе». Он нас только учил молиться. Он заботится о песнях, Ему нравятся песни, Ему нравятся поклонения, Ему нравится наша молитва. И истина в том, что когда мы смотрим в Слово Божие, мы понимаем, что Дух Святой говорит сейчас. Это то, что Дух Святой всегда делал на земле, от самого начала. Он новый, но он не новый, потому что он, у него есть огненный взгляд, это взгляд Иисуса. Это Иммануил, Бог с нами, и Он будет пребывать с нами день и ночь, и Он будет царствовать во всем мире, и мы будем царствовать с Ним. И мы должны понимать, что мы видим сейчас на земле, это не то, что происходит в теле Христа. Сейчас люди поклоняются в больших стадионах, собираются по всему миру и отдают себя этому долгим часам поклонения, молитвы, иногда 7, 24, даже один день собраться и поклоняться 24 часа, это то, что происходит по мире. Во всем мире это было, а то, о чем было пророчествовано много лет назад, нам говорили, это было пророчество, то, что это будет, и мы теперь видим это, то, что случается сейчас перед нами. Мы можем посмотреть сегодня специфически на книгу Исайя. Исайя – это удивительный пророк, феноменальный пророк, который видел вечность, он проник туда, и он принес нам на землю то, что он видел в вечности. Мы должны понять, что именно в то же время, как Исайя в 55 главе пророчествовал, и это удивительное местописание о мудрости Божией, его мысли не наши мысли, его пути не наши пути. И позже, в этой же главе, 55 Исайя, он говорит, дает нам картину, как выглядит земля, что она правится этим одним человеком, у которого мысли выше наших. Как выглядит он? Он говорит, как ты относишься к евреям и к нам, и ты выйдешь, ты выйдешь радостный, и будут тебе рукоплескать дерева. Это картина, что того, что то проклятие, которое было наложено на человечество в книге «Бытие», оно уже разрушено. Мы уже выходим в радости, мы выходим в радости, и горы и холмы рукоплесчат нам, и также дерева в поле. Исайя, он взглянул, заглянул, как за завесу пророчески в это время. В Крониклс Норния, там правду говорил Луис, о том, что все это творение говорит, и оно движется, оно живое. Это то, что Бог создал для нас таким образом. Все творение прямо сейчас под проклятием еще. Но в то же самое время мы приходим в это творение, и мы созерцаем красоту Иисуса в этом творении, несмотря на то, что оно как бы под проклятием. Когда мы смотрим на красоту творения, мы поражены и вдохновлены этим закатом и солнцем и луной, и мы не можем словами выразить эту красоту. И, друзья, это творение прекрасно, оно под проклятием сейчас. А как оно будет выглядеть, когда проклятие будет разрушено? А если действительно будут холмы и горы провозглашать и рукоплескать дерева, как это будет? Луис это видел, когда он об этом описывал, пророчески. Еврейская традиция говорит нам, что творение, оно как песня, оно начинается как песня, что творение, что Отец и Сын и Дух Святой, они наслаждаются удивительным общением друг с другом, и они сказали, да будет свет, и в этом совершенном их обществе был свет. И то, что было сотворено в книге Иова, в 38 главе, в 38 главе, это было подтверждено. Господь спросил его Иова, где ты был, когда полагал основание Вселенной, когда все звезды собирались вместе, где ты был? Когда я полагал основание земли, и все вместе пели, собирались пение звезды, Бог говорит нам, что все творение пело, и все сыны творения, они пели от радости, восклицали. Друзья, что случается в бытие 3 главе, в этом месте совершенства, в этом месте творения, где сыны Божьи радуются, восклицают от радости? Бог говорит, Он в эмоциях, Он имеет план искупления человечества, и в Его смелости, в дерзновении, в огненном стремлении, Он говорит, я вложу семя, и семя жены, оно сокрушит врага. И эта песня вдруг вновь зазвучит. И Он это делает прямо сейчас. Исайя пророчествовал об этом, и мы видим это в 42 главе Исайи. Мы видим это в каждой нации, в каждой группе людей. Они поднимают свои... Голоса возвышают. Пой Господу новую песню. До конца земли. Те, кто плавают по морям, пусть они слышат, пусть пустыня и города ее поднимут голоса свои и радостно поют. Везде, друзья мои, по всем горам, по всей земле. В Исайи 42 они отвечают на эту Божью песню. Бог вкладывает это желание, эту стремность Богу к этой песне. Эта песня, она поднимается. Такие места Писания, как Исайя 45, 10 стих. Кто остаток Израиля? Мы являемся остатком. Мы приходим к нему, и мы поем, мы его избраны. и мы в любом состоянии, в горе, в горечи, в боли, мы поем ему. 24 Исайя, 15-16. И будет время на земле, которого мы не знаем, еще не видели. Среди этого времени церковь, она будет петь, и вы будете звучать, и сцены поднимутся, и слава Божия взойдет. Между народами мы будем петь песню в самый темный час человеческой истории. Исайя 55. В Исайе 65 Господь говорит, что Иерусалим будет прославлением всей земли. И Он говорит, я не буду спать и не буду отдыхать, пока не сделаю Иерусалима славой на земле. И в 55 главе Он говорит, тот, кто... Я посажу на стенах Иерусалима сторожей, и они не будут умолкать ни днем, ни ночью. По всей земле звучит звук возвращения Христа. Его тело видно, Его голос возвышается, благая весть поднимается, благая весть красоты Иисуса в самое темное время человеческой истории. Мы поем эту песнь Господа. Мы не просто на улице поем, потому что нам весело. Мы поем, потому что мы отвечаем на этого прекрасного человека. Который искупил нас и купил наше спасение, и мы хотим знать Его, любить Его. И чем больше мы видим Его красоты, тем больше мы поем. Исайя видел глобальное движение поклонения. Ты не можешь отвергнуть то, что мы видим, глобальное движение поклонения. Почему? Давайте подумаем хоть минуту. Мы начнем. Мы должны начать с самого начала. Он есть альфа и омега, начало и конец. Через Него им, посредством Его, все совершилось. Почему мы поем? Мы хотим быть такими, как Он. Мы хотим быть такими, как Он. Он сотворил тебя в утробе матери, когда Он вначале сотворил тебя. Твой первый отец и мама Адам, и Ева, они сотворили тебя певцом, тем, кто поет. «Петь» это быть таким, как Иисус. Есть четыре местописания, которые я хочу коснуться и дать нам ясность, что Бог в том, что Бог поет. Знаете вы об этом? Два местописания в Евангелиях, и они говорят нам в истории последней вечери. Марк 14, 26. Мы видим картину последней вечери. Мы можем представить ее в своем разуме. Давайте подумаем об этом минутку. Представьте себе это сейчас. Видите это сейчас? И вот они на последней вечере, Иисус и 12 учеников. И Библия говорит нам, что когда они пришли к концу времени вместе, они вместе пели гимны. Те, кто писал Евангелие, они не говорили нам детали этого, но что говорит нам еврейская традиция? Она говорит нам, что люди, они праздновали Пасху, и они эту Пасху вместе пели из псалмов, из книги Псалом 114, 115, 16, 17. Они пели 117, вот эти все псалмы, они пели псалмы, и люди отвечали, вторили им. Представьте, эту картину последней вечери, Иисус поет, и не просто он поет, но он в этом контексте лидер прославления, и его ученики вторят, отвечают ему, как бы перекличкой. Представьте, эту картину Иисус поет, он лидер прославления. Есть другое место Писания Евреев 2, 12 стих, он приводит местописание Псалма 22, или 21, и я имя Твое расскажу, я буду петь об имени Твоему перед собранием, среди собрания, я буду прославлять Тебя среди собрания святых. И вот мы видим Иисуса, который ведет прославление, и среди этой комнаты, вместе с моими братьями, я поднимаю свой голос, разрушая Твой голос, и я пою Отцу, Иисусу и Отцу. Это наш брат, Иисус наш брат, Он вместе с нами стоит среди собраний, и Он поет вместе с нами, как лидер прославления. Он любит петь в собрании с нами. И в конце концов, в Сафонии 3, 17. В последнее время, на последней вечере, Иисус поет с нами в сообществе людей, в Сафонии 3, 17. Это картина горячего сердца Бога. Это тот среди нас могущественный, который спасет тебя. Он радуется о тебе с пением, и он возвышает свой голос с громким пением. Я директор музыкальной академии, и я был лидером прославления хорошую часть своей жизни. Я люблю музыку, и музыка меня возбуждает, и музыка мое сердце движет, и как что иное. И когда я фокусируюсь на личности Иисуса, на истине, Слово Божие, я люблю слушать наших лидеров поклонения. Есть моменты в молитвенной комнате, как я или я. Я чувствую, что меня просто заберут на небеса, и я вознесусь. Так я люблю поклонение. Иногда он касается нас так сильно во время поклонения. Но, друзья, когда мы люди, и мы прикасаемся к Нему через поклонение, как это будет в тот день, когда мы будем петь Ему, или когда Иисус будет петь над нами, как Его голос коснется наших сердец, как внутри двинет нами голос Иисуса, который будет петь над нами. Я хочу слышать Его голос и все еще жить. Мне кажется, сердца наши взорвутся. Есть моменты в поклонении такие сильные, что ты хочешь остановиться. Ты хочешь просто быть там и говорить, пусть это не уходит. Не идите с планом. Не надо идти дальше, что вы запланировали. Его присутствие здесь, давайте вот тут останемся. И прямо как будто исчезает комната, и ты смотришь на него, и все твое тело как будто бы реагирует, и у тебя прям гусиная кожа иногда появляется во время поклонения. Я верю, что все наше тело реагирует на присутствие Иисуса. Все наше тело знает, что оно под проклятием, и оно взывает, оно стенает, но оно говорит, я хочу больше, тело, я было сотворено для чего-то большего, чтобы знать его голос, слышать его голос, и знать эту песню. Пусть он поет надо мной. Друзья, как это будет, когда Иисус будет вести прославление и петь над тобой и мной на небесах? Петь это быть как он, петь это значит послушаться. Часто в теле Христа мы сфокусируемся на его заповедях или на его командах. Не делай это, делай это, делай это, не делай это. Это не наша жизнь такая. Есть так много в Слове Божьем заповедей или законов, но самая главная заповедь «Люби Господа всем сердцем, всем разумом, всей силой, всей крепостью своей, радуйся в скорбях». Это и есть заповедь, это не пожелание, это требование для нас. Есть требование петь Слово Божие. И часто в нашей культуре мы не любим повеления, мы не любим, чтобы люди говорили нам, что нам нужно делать, правильно? Когда человек говорит, я тебе говорил делать это, и мы хотим отступить и говорить, тебе это не нравится. Если бы ты меня пригласил в это, тогда моя реакция была бы лучше. Мы не любим приказания, но Слово Божье говорит нам, пой! И как будто бы кто-то стоит и говорит, ты должен это сделать, как будто бы взять необходимое лекарство. И самый радостный человек, который ты когда-либо знал, он сказал, я тебя сотворил, и ты станешь живым внутри, когда ты прикоснешься ко мне через это прославление. Пой! Не пропусти это! Не пропусти! Не пропусти мое присутствие! Пусть день не пройдет твой без пения для меня. Особенно воскресенье и каждый день недели. Пей! Пой! Извините, поет для меня. Сто пятнадцать, извините, четыреста пятнадцать мест Писания, которые говорят о пении, и которое дает повеление петь и послушаться ему. Также петь и молиться. Если ты такой, как я, то время молитвы очень трудно для меня оставаться в молитве долго. Это вызов для меня, я люблю молиться, но когда мы молимся, мне нравится тот факт, что когда мы поем и молимся, мы прикасаемся Божьего сердца. Песни, это псалмы, это поющие молитвы, молитвы, которые пропевались, слова песни, посвящения песни, хвалы песни, празднования, наслаждения, это все песни, когда мы поем молитву ему, мы возрастаем тем самым в жизни молитвы, когда мы поем. Я хочу ободрить вас, если вы были на этой уже конференции, вы уже часами были вместе, поклонения, говоря Иисусу, как вы любите его, и давали ему поклонения, прославления, возвышали его. Вы уже часами провели сейчас в молитве, в течение этой конференции, не так ли, друзья, когда вы пели ему, это хорошая новость, не надо выключать музыку, когда вы молитесь, пусть музыка звучит, потому что музыка будет возбуждать и поднимать вашу молитвенную жизнь, возгревать вашу молитвенную жизнь. Друзья, корень всякого пения в церкви это реакция, ответ на Евангелие. Павел называет Евангелие доброй новостью, доброй, радостной новостью, красоты, добрая новость красоты Иисуса, того, кем Он является, и что Он думает о тебе, и что Он сделает за тебя. Это и есть Евангелие. Наше пение это ответ на то, кем Он является. Петь это значит верить. И когда я смотрю на свою жизнь, к сожалению, сердце моё не всегда наполнено песнью, хотя я был лидером проставления много лет, мне хотелось собрать песни, чтобы мы пели Ему с невероятной энергией. Ты любишь приезжать на конференции, потому что люди идут всем сердцем к Богу, достигают Бога, но иногда, когда ты в церкви, каждый день ты не чувствуешь так. И таким я тоже являюсь. Но, друзья, причина, это не о стиле речь. Это не стиль, и не то, что мы можем внести в это поклонение. Это то, на что мы будем концентрироваться. Верите ли вы в Евангелие? Действительно ли вы хотите прикоснуться к тому, какой благой Он, и ответить Ему песнью? Часто, когда мы, как верующие, мы принимаем ложь от врага? Есть в каждой лжерелигии ложь. Делай, в чем она заключается? Делай свое лучшее Богу, и, может быть, Он тебе окажет благоволение. Вы знаете, это ложь. Это ложь от врага. Делай лучшее свое для Бога, и, может быть, Он прострек тебе благоволение. Это послание производит страх, но нерадостное сердце, которое поет. Поэтому часто, когда мы смотрим на верующих по всей земле, мы хотим пойти в это глубокое место поклонения Ему от всего сердца, поя Ему. Мы хотим прийти в корень этот и убрать эту ложь. Есть маленькая картина. Я иногда тестирую сам себя и проверяю, во что я действительно верю. Верю ли я в Евангелие? Может, это вам тоже поможет? Маленькое тестирование. Например, сегодня утром я у меня, допустим, я завтракаю с детьми своими, я пою, а, извините, я согрешаю, и я согрешаю вместе с ними из-за них, и я раздражен, и я куда-то спешу, и я должен куда-то убегать, и дети меня раздражают, и я злой, и я согрешаю. И я согрешаю из-за того, что я гневаюсь. И как верующий я сажусь в машину, еду куда-то, и я говорю, о, я сейчас согрешу за своим столом, и я не увижу детей целый день, и я не знаю, как потом поправить это, и когда я прихожу в церковь, и я готовлюсь к проповеди, и я чувствую себя дистанционно от Бога. я говорю, Бог, я знаю, что я согрешил, и ты, наверное, огорчен, и я чувствую сейчас отдаленным от твоего присутствия, и я знаю, что через пару дней я буду опять чувствовать твое присутствие, опять я подниму свои руки высоко в поклонении, и я буду чувствовать себя опять близко, но сейчас я знаю, что ты немножко огорчен, со мной, поэтому я отдален от тебя, и я, ну, позволю этим эмоциям быть со мной, а потом говорю, нет, нет, это не есть Евангелие, это не есть добрая новость, то, что враг мне сейчас говорит, в этот момент, когда я согрешил, я не должен игнорировать мой грех, но я должен взять этот грех и бежать к нему, прямо к нему, и сказать, что он ждет меня с открытыми, распростертыми руками, и то, что внутри происходит, я встречаюсь с человеком, который встречается со мной в совершенной любви, которая только возможна. Друзья, в чем мы нуждаемся в этот час? Мы должны на самом деле верить Библии. Он говорит нам вновь и вновь, что он чувствует о нас, что он думает о нас, он открывает свой характер, свою природу. Иногда мы такие занятые, что мы даже не видим, что мы читаем. Павел говорит нам, он говорит, чтобы Слово Божие, оно, каким образом, будет пребывать в тебе. Я хочу, чтобы вы пели песни, духовные песнопения, воспевая в сердцах ваших, Богу. Господь хочет, чтобы Слово открылось в тебе, чтобы огонь выходил из твоего сердца. Пой, поэтому пой духовные песнопения, гимны, пой к Господу. Когда ты это делаешь, тогда Слово Божие обильно и щедро будет поселяться в сердце твое. И в это время, когда Господь касается меня, это как дисциплина моя, может быть, я даже иногда не чувствую радость от того, что я читаю Слово, но Он хочет значительно больше для тебя. И что нам нужно, чтобы Дух Святой пришел. И я хочу, хочу тебе сказать, чтобы Он, чтобы Он что-то вложил в это местописание, что когда я читаю это местописание, чтобы я видел там Бога. Но не Бога злого на людей, который приносит разрушения. В Ветхом Завете иногда мы такого Бога видим. И я то, что я читаю, я часто невольно в наши отношения с Ним приношу. но то, в чем мне нужно в этот момент, когда я пишу СМС к своей жене, я не хочу, чтобы она чувствовала, что я злой на нее или ее игнорирую, и поэтому я пишу иногда имейл или СМС посылаю, чтобы она знала, что я в сердце с ней. Пожалуйста, знай, что я люблю тебя, мне очень хорошо, я посылаю смайлик, я хочу, чтобы она знала мою эмоцию по отношению к ней. И Дух Святой точно так же он хочет прийти и коснуться твоей эмоции, чтобы знать, как Бог заинтересован в тебе. И когда ты читаешь его слово, я хочу, чтобы ты видел там смайлики Бог, который смеется, улыбается тебе в глаза. Это то, что мы должны видеть за этими страницами Библии. И тогда наш ответ на Евангелие он другим будет. Как мы будем реагировать на Новый Завет, на добрую новость, когда мы будем иметь это переживание? У нас невероятная добрая новость, когда Бог касается так глубоко нас. Это то Евангелие, крестьянское Евангелие, которое мы провозглашаем. Он даже прежде, чем я выхожу проповедовать или петь, Он говорит, что я не виноват. Он Бог, который утешает меня, что ты ни в чем не виноват. Он прощает. Может быть, ты веришь лжи. Может быть, ты не видишь, как благ, как благ Бог и как чудесное Евангелие. Он хочет, чтобы ты был лучшим человеком. Да, это часть этого. Это как сын блудный. Иногда мы думаем об отце. Блудный сын убежал, забрал деньги, расточил их, распустил их, растратил. Иногда такие есть дети, таких детей не часто хочется видеть рядом, но он возвращается к своему отцу, и он делает то, что каждый родитель бы сказал тебе не делать. Он прибежал к нему, и отец что сделал? Отец обнял его, и одел одеждой на него чистой, торжественной, и перстей на руку его. И он говорит, этот мальчик, он нуждается в помощи, это мой сын. Неужели ты такой благой? Неужели это правда, отец, когда я согрешаю, так ты меня принимаешь? Конечно, отец хочет произвести такого сына, который лучше ведет себя? Он хочет пробудить песнь внутри нас, он хочет, чтобы мы реагировали вот таким образом на него. Если я покажу, что я люблю, свою любовь, как я стремлюсь любить его, верить, молиться, это верить, петь, извините, это верить, петь, это укрепляться его любовью. Когда мы смотрим на красоту Иисуса, то наше пение это то, что проистекает сверх край. Мы реагируем на красоту его сердца, и сверх края из нас проистекает эта песня. Есть моменты в нашей жизни, и мы все это знаем, когда наше сердце не наполнено хвалой и поклонением. песня. Но песня это путь в радость, это путь в его сердце. Лора Хакетт, она говорит, мы поем наш путь в истину, то есть мы поем на нашем пути в истину. Павел и Сила в темнице пели и слушали все заключенные, и вдруг врата поколеблись, и было великое землетрясение, все двери открылись, и все узы ослабли. Вот сила песни. Вот это я хочу, мне нравится такая песня. я хочу петь таким образом, чтобы всякий кусочек оппозиции убрался с моего пути. Но, это истина, и это вновь и вновь подтверждается в Слове Божьем. Я хочу, чтобы вы послушали эту песню, эти слова, голос убиенных за Христа. Один из них писал, когда мы были в темнице, мы пели каждый день Кресту, как будто бы Христос был в нас живой. Мне нравится это слово. Я хочу стоять, если я буду стоять среди своих страданий, я хочу любить тебя, я хочу петь тебе каждый день, как будто бы ты живешь в моем сердце. Они положили на наши руки и ноги кандалы, но и мы поняли вдруг, что эти кандалы на руках и ногах это музыкальные инструменты, и можем ими стучать и петь. Это день клинк-клинк, это тук-тук, который Господь совершил, тук-тук, который Господь совершил, тук-тук. Друзья, все мы или те мы, у которых нет опасности, что нас бросит в темницу еще, он призывает нас взять боль, неправильные отношения, оппозицию, гонения, и превратить это в музыкальные инструменты поклонения Ему. Если мы будет время, когда мы будем брать всякую оппозицию, или, может быть, заключение в темницу, или боль, страдания, и мы обратим это в инструмент песни Ему. Это будет самая прекрасная песня, которая будет подниматься как инструмент через оппозицию, через боль. И мы знаем, что жизнь полна этого всего, но это станет нашей песней, это инструментом, как Павел и Сила, они пели в этой темнице, и что случится, знаем мы или нет, когда мы поем песнь, то наши цепи, они распадаются, и пусть и эти двери, темницы открываются перед нами, и это случается с нами, потому что Слово Божие через пение, оно мощное, оно освобождает, оно укрепляет. Павел и Сила, они помогли нам увидеть это. Они пели их в цепи пали, и вся римская армия не могла устоять перед этими странными, сумасшедшими мужами, которые пели Господу в этой темнице. Может ты не чувствуешь себя сильной, но песня сильна, может ты не выглядишь могущественным, но твое пение могущественно, твое пение могущественно. 148 псалом, пой Господу новую песню среди собрания святых, пой, пусть твое пение будет славно, и пусть высокое пение твоему Господу будет в твоих устах. Он зачитывается в 45 псалом. это честь для каждого святого. Этот псалм говорит нам, Давид говорит нам, что когда я высвышаю свой голос, это звучит сильно, и это двигает все творение. Я не могу survive события дня, не в письмах и странах, которые так дал мне. Но Библия обещает нам, что когда я высвышаю свой голос в тяжелые моменты моей жизни, когда я в машине, или когда я принимаю душ вечером, и я начинаю петь ему, он двигается за нас, за меня. Это сильно. Несколько лет назад, в Кэнзас-Сити у нас была конференция, Стив Даглас, президент Campus Crusade, было с ним собрание, и он говорит, мне 67-68 лет, он знал, сколько лет, я просто не помню, что он сказал, но он говорит, я, допустим, 67 лет уже, но я верю, что как лидер в теле Христа мог сделать такое утверждение. Он сказал, он видел, что делает Дух Святой, и он видел, что делает Дух Святой. средний мужчина-американец, как Стив Даглас, Вайклиф, переводчик Библии, он перевел Евангелие на многие языки. Сегодня, благодаря возрастанию партнерства в теле Христа и мессианских организаций, благодаря технологиям, которые возрастают теперь в течение двух лет можно перевести на новый язык, не 25 лет, как он переводил, а за два года можно перевести полностью Евангелие на новый абсолютно язык. И сейчас уже все языки по сути практически переведены, на все языки Слово Божие переведено. Мы двигаемся очень, очень быстро. Десять лет назад даже мы не мечтали об этом. и Бог двигается от звука нашего голоса. И когда мы поднимаемся в поклонение Ему, Бог движется с возрастанием. И когда мы прием с этого места слабости и сокрушения, Он делает это. Он двигается. И когда мы на минутку замолкаем, мы видим, как Он мощно двигается в Америке, в Африке, в Азии, таким образом, которым мы даже не можем себе представить, даже в Китае, в одном Китае десять тысяч людей спасаются каждый день. Каждый день, друзья. Это невероятно. Церковь, она марширует вперед, в то время, как мы поем. Мы такие люди, друзья. Сегодня здесь мы, две тысячи лет спустя, мы церковь, его стоим в этом месте, поем. Мы вместе собираемся в воскресенье, мы поем псалмы, и мы провозглашаем пророческое утверждение того грядущего века, когда его церковь, его люди найдут себя в пустыне этого мира, пилигримы и странники в этой земле. Но мы собираемся вместе, и мы поем, мы поем и проповедуем, мы собираемся и провозглашаем красоту Иисуса Христа. И мы, наши друзья, сегодня в этой зале церковь в Кензас-Сити и в Америке, церковь в каждом континенте, в каждом городе, пророческое делает провозглашение ему. И сейчас есть возрастание, ускорение, и Дух Святой побуждает церковь молиться, как никогда раньше. И когда мы это делаем, может быть, наша песня, она звучит слабо, и жизнь наша кажется слаба, но ангелы и демоны, они двигаются, они движутся, они приходят в действие, когда мы поем. Ангелы и демоны приходят в действие, в движение, когда мы поем. приходит день, когда в ответ на наше пение царства этого мира станут царствами нашего Господа Иисуса Христа, и Он будет с нами. Он будет здесь с нами. Его владычество, это владычество нескончаемого мира, и Он сделает все правильным. Его правительство, это будет правление бесконечного поклонения и ходатайства. Это будет выглядеть так, когда Он придет, господа. Друзья, каждый город, каждая нация будет поклонение, которое никогда не окончится, и будет правительство, которое будет петь, и мы будем цари, и священники, которые будут царствовать с Ним с места ходатайства. И Он это сделает. Библия говорит об этом. И вы знаете, есть дни, те, которые вы рождаете дома молитвы, создаете дома молитвы. Может, вы молитесь два часа в день или два дня в неделю, и это выглядит иногда так, ну, безнадежно и слабо. Но, друзья, не верьте своим собственным глазам. Смотрите, смотрите глазами веры на того и в того, кто знает все и видит все. Я хочу видеть, что Он видит. Я хочу смотреть на то, что Он смотрит. Я хочу видеть огненные глаза. Я хочу верить. Я верить сегодня. Друзья, Дух Святой поднимает церковь, молится и ходатайствует как никогда раньше. Я могу сказать вам это смело. Вы для этого сотворены. Вы для этого созданы. Мне это не важно, умеете ли вы петь или нет, но вы для этого созданы. И Он знал тебя, когда Он создавал тебя, творил в утробе Матери, чтобы ты пел или пела Ему как никогда раньше. Он создал тебя для этого. И вопрос, когда ты говоришь «да», то, что ты слышишь, что Дух Святой говорит или делает, когда ты говоришь «да» Ему, когда ты говоришь «да». Для каждого из нас это по-разному может быть. Но я хочу призвать две группы людей сегодня. большинство в этой комнате Бог призывает своим духом тебя работать вместе в бизнесах в мире. Он призывает тебя, чтобы ты делал деньги, настолько делал много денег, насколько ты можешь заработать денег, чтобы спонсировать поклонения на земле, поклонения Бога на земле. Ты не здесь ради своего наслаждения. Я рад, что если тебе нравится твоя работа, но ты там на местах бизнеса для того, чтобы спонсировать поклонение этого человека, которому мы отдадим все наши разговоры, наше время, наше поклонение, наши финансы. И есть также в этой комнате музыканты, певцы, ходатай, лидеры поклонения, учителя и проповедники. Согласитесь ли вы с Богом полностью поклоняться Ему? Всецело поклоняться. Это выглядит глупо, я не могу обещать вам обеспечение материальное, как на работах, вас никто не даст гарантии безопасности вашего труда, но мы призваны. Я не могу обещать вам денег, но я приглашаю вас сказать да сегодня. Если вы сегодня работаете, может вы зарабатываете деньги в год на 50 тысяч долларов, больше, меньше, но ты хочешь прийти в соответствии, в согласии с тем, что он делает сегодня на земле. Он приглашает нас назад в это место прекрасного сада, где он будет там с тобой. Возьми мои доллары, возьми мои деньги, тысячи или нет, возьми мою всю жизнь, сделай это своей. Используй меня для твоего поклонения. Пусть моя жизнь будет живая жертва для тебя, Господь. Музыканты и певцы, может быть, вы этим занимаетесь полное время, или вы хотите сказать Богу, да, я хочу посвятить всю свою жизнь поклонению, я хочу пригласить вас к алтарю, я хочу молиться за вас. Друзья, многие из вас уже были в служении, и вы не знаете, откуда придут деньги для служения Господу, как это будет выглядеть, и наш путь не очень простой. Это сложный путь, путь поклонников полного времени, но если мы говорим «Да», Он поможет нам. Приди. Просто приди, если ты чувствуешь, что это твое призвание. Может быть, ты не самый великий певец, но ты доверяешь тому, что Бог ведет человечество в Его прекрасное крещендо, Его присутствие. Мы можем осуждать или рассуждать, оценивать культуру. Это поколение очень сокрушенное и несовершенное. Я знаю часть этого поколения. Я наиболее сокрушенный человек и несовершенный, который я знаю вообще на земле. Но есть слава прекрасного человека, которого я знаю. Это не Он ли тот, который берет самое сокрушенное поколение и поднимает песни в их сердце, которая приглашает великого царя вернуться. Что это? Взять наиболее сокрушенное поколение, которое будет взирать на его красоту и позволить ему трансформировать нас от славы в славу и продуцировать, произвести, родить в нас песни, которые будут привлекать его возвращение, ускорять его возвращение. Мы поем, потому что петь это быть как Он. Мы поем, потому что петь это послушаться. Мы поем, потому что петь это верить в то, кто Он. Что Он чувствует, что Он думает, каким Он является. Петь, потому что это укрепляет нас внутри. Это сила наша, которая встретит нас в этом месте, и Он будет использовать вас, мои друзья, и Он будет вести вас в это новое царство, в новый век. И в тот день, когда Он раскроет небеса и придет, и ты будешь в партнерстве с Ним, в соединении, в молитве, в поклонении, в даянии, давайте откроем и дадим наши сердца Иисусу. Приди, Иисус! Мы здесь, Господь. Мы говорим «Да». Иисус, мы хотим видеть то, что Ты видишь. Иисус, мы хотим видеть то, что Ты видишь. Мы хотим чувствовать, что Ты переживаешь. Ты достоин всего этого. Ты достоин всего этого. И все от Тебя. И к Тебе все. Ты достоин славы. Ты достоин, Иисус. песни любви. Ты достоин песни любви. ты достоин принять хвалу от каждого языка, от каждого племени, от каждой нации. книги на får над улыбку, это до received. Иисус, кадра, и, и, я, и, и. Субтитры подогнал «Симон»